Мы очень занимаемся серьезной идеологией, почему эти репрессии случились. Манифест коммунистической партии Маркс Эймбельс как раз служит такой идеологической базой, основой для репрессий. Там прямо беспощадное отношение к врагу, враг народа, потом труды Ленина, разделение общества на классы, потом труды Ленина использовались ими в качестве такой идеологической базы. И постановление пестрят вот этими терминами, изъятыми или использованием из трудов классиковым максимализмом. Потом естественно сами руководители партии того периода, 30-х, 40-х, 50-х годов, сами были авторами вот таких идеологических постулатов. В частности Молотов, Вячеслав Молотов, сам Никита Сергеевич Хурщев, кроме Сталина имеется в виду, Каганович, все их фамилии там имеются. Да, то есть вы их видите, например, читаете, их фамилии указаны. А Берия и Николай Иванович Ежов, например, Лавренти Берия и Николай Иванович Ежов, они были исполнителями. Они были и теоретиками этого дела, но они больше проходят как исполнители. И за их подписью, значит, выходят документы, значит, провести работу, чистку аппарата, например, банков, чистку учреждений образования, науки. Прямо вот такие приказы. Потом, значит, есть очень много приказов о награждении офицеров, которые наиболее отличились при проведении этнических чисток, или, скажем, при проведении этих офицеров. Этнических чисток что имелось в виду? А это вот депортация народов с Крыма, с Кавказа. За проведение этих операций, спецопераций они получали награды? Они награждают. Они публиковали эти приказы, но они были закрыты. Но не для общего. Не для общего доступа. Или, скажем, я, например, никогда не знал, что Активенский рентгензавод строился за счет политзаключенных. Но это было выявлено за счет того, что мы нашли приказы Лаврентия Берия о награждении офицеров НГВД, которые, значит, организовали работу, достойную, там, именно, вот, при строительстве этого феррасплана завода. Или Асчисайского полиметаллического комбината. Это, значит, Южно-Казахстанскую область. Так и находят. В учебниках истории Казахстана детям, школьникам преподносят, что вот у нас в Казахстане так развивалась промышленность. Вот эти перечисленные вами сейчас заводы, фабрики, оказывается, были построены на костях наших же соотечественников, на их бесплатном труде при беспощадной эксплуатации. Очень страшно гордиться этим. Вот по поводу огромного массива архивных документов. Вы говорите, более 700 тысяч дел, документов, отправленных на рассекречивание. Это же, ну, действительно, сенсация, можно сказать. Вот. Я слышал, употребляется уже такой термин «архивная революция». Да, вы совершенно правы. Вот даже наши специалисты, которые работают с нами, они кандидатские докторы защищали, некоторые из них как раз по репрессивной политике. И то они говорят, мы в тот период, в 90-е годы, не имели доступа к этим документам, и они сами просто поражены вот этой разветвленностью сетью репрессивной политики. И на сегодня действительно произошла архивная революция. Это можно сказать без всякого привлечения, потому что руками вот этих наших членов комиссии перерыты многие архивы. не только в Казахстане, в России, в Кыргызстане, в Узбекистане, на Украине найдено очень много материалов, которые возвращаются, и я надеюсь, они будут доступны. И вот сами архивы с помощью этих же ученых провели инвентаризацию своих. Они многие из них запылены, лежали в каких-то подвалах, сейчас их инвентаризуют и делают специальные фонды. Это большое дело. Их 70, 80, 40 лет никто не трогал. Потому что запрещалось. А сейчас они, так сказать, вытаскиваются в свет. И действительно, я поддерживаю ваш термин, что это действительно архивная революция. Хорошо, очень хорошо. Просто огромное поле для исследователей на многие-многие годы, наверное, даже на десятилетия. По поводу терминологии. Вот мне кажется, что такая огромная работа придется к тому, что появится, наверное, обновится и категориальный аппарат в этой сфере, в этом направлении. Вот, Арман, вы совершенно правы. Нам надо действительно пронодировать очень серьезно терминологическое словарь. И вот наша группа, Наталья Павловна Калашникова, вот я составляли тезаурус. Составляем критерии. И вот действительно надо обновить полностью сам словарь. Потому что человек в сегодняшний день может не понять язык тех, значит, того периода. Скажем, учреждение номер такой-такой-то. Ну, для нас учреждение, как клуб, например, да? Организация. Да, для того периода учреждение, это, значит, совсем другое. Или концентрационный лагерь там-то. И норма питания для, там, и мярек. Норма питания как раз для тех, кто находился в этих лагерях. У них была своя какая-то норма, получается, какая-то доза, которая им позволялась. Я даже нашел приказ, значит, наркома внутренних дел, вот, наркома НКВД Лаврития Берия, о физическое облучение физического состояния заключенных в лагере, называется. Так. Это поразительно, значит, они даже создавали такие приказы, я не знаю, человек уже без питания, им и так тяжело, он же перерабатывает страшно. А тут, значит, как бы насмешку, значит, принимается приказ о физической подготовке, о улучшении физико-культурной работы. Ну, ты издевательство какое-то очередное. Похоже на издевательство. Похоже. Ну, есть такие, значит, приказы о влучшении медицинского питания, это медицинское обслуживание людей. Вот такие приказы тоже случились. Или они действительно думали о здоровье заключенных? Да, в ряде случаев они думали, потому что вот эта дешевая, бесплатная рабочая сила, она, человек же, не бесконечный. Конечно. Ресурс тоже исчерпан. Поэтому, значит, проводились целые мероприятия, чтобы, так сказать, содержать хоть в каком-то состоянии этих бедно истощенных людей. Добавлялись какие-то пайки, потом, значит, какие-то нормативы менялись для заключенных. То снижались, то это. Потом, значит, что для них надо строить бараки, а не жить в этих ветшалых казармах. Вот такие случаи встречаются. Ну, интересно, да, такая забота. Заключенных в условиях, там, семи кругов ада. Да. Преступлено с режимом в чем заключалось? Эти люди, абсолютно большинство, конечно, среди заключенных были какой-то, может, процентов 5-10, очень трудно сказать, были люди, которые действительно были виноваты. Например, там, жену зарубил топором, например. Ну, по уголовным, да? Да, по уголовным. Допустим. Статьям. Тех, конечно, стоило держать. Но процентов, наверное, 90-95, наверное. Это были какие-то, или совершенно невинные люди, которые рассуживают по политической статье, тоже человек не должен сидеть в тюрьме. Ну, за то, что он читал книгу, скажем, меньшевиков, там, лидеров меньшевиков. Ну, усложнился такой... Или усомнился в экономической политической власти, его тоже закрывают. И большинство людей, конечно, были абсолютно невиновны. Это несомненно. В 90-х годах, в 2000-х, да, сложился такой стереотип, что политзаключенные, их специально там подбрасывали к уголовникам, чтобы они еще больше были подвержены какому-то террору, унижению, оскорблению, чтобы их еще больше как бы унизить, да растоптать их моральный какой-то дух. Ну, об этом и Шаламов писал, об этом писал и... Колумбский рассказ. Да, и Лев Разгон, непридуманный. Об этом пишет Евгений Гизнбург, крутой маршрут. Об этом писали... Ну, казахская литература по этой части тоже есть, но просто из казахских интеллектуалов почти никто не выжил оттуда. Те люди, которые, как Алимхан Еремеев, например, или Мухтаровыз, которые остались живы, они же... Изуицы в чем заключалось? Когда их выпускали, они давали расписку, что, значит, будучи освожденным, так и было мало, но они были, что будучи освожденным, он не имеет права разглашать то, что творилось в лагерях. Это вот после 90-х годов стали люди писать, а тогда, значит... Ну, тем не менее, вот по воспоминаниям жён, их дочерей, мы восстанавливаем картину, что видели в лагерях Казахстана. Вот что она вам даёт? Вот можно ли выделить какую-то специфику, какие-то особенности репрессивной политики именно в Казахстане, вот период Галащокина? Ведь, насколько известно, Филипп Исаевич Галащокин был тоже достаточно таким жестоким человеком. Да, ортодоксальный. Особенно в отношении местного казахского населения. Вы правы. Ну вот особенности репрессий в Казахстане в чём заключались? Во-первых, вот эта сама концепция, значит, проведения малого октября на территории Казахстана, которую придумал Филипп Исаевич Галащокин. Да, он даже не стоматолог, у него курсы стоматолог завершил. Многие из них, из большевиков, мало кто имел высшее образование, кстати, из офицеров, когда тоже. Почему они легко подавались вот таким лозунгом. И вот, что касается Казахстана, естественно, значит, особенность в чём? Во-первых, такое резкое негативное отношение к партии Алла-Шорда, это несомненно, конечно. Во-вторых, значит, особенность репрессий в Казахстане заключалась в проведении курса коллективизации, то есть кочевое население или полукочевое, который жил своими аулами. И, кстати, они были экономически очень дееспособны. И вот в условиях Казахстана их начинают загонять в колхозы, где, значит, они теряют свою имущество, она же изымается же. Более того, значит, они теряют все средства к существованию и вообще, так сказать, все возможности. Их загоняет в колхоз. Ломают систему вообще их взглядов, да? Да, вся виконистическая система степи была сломана. Их загоняют в какие-то колхозы, и этот свобода любил народ превращается за какие-то год-два в каких-то колхозников, работяг. И в этом есть особенность. Потом, значит, я думаю, потому что особенность Казахстана в чем еще заключается? Так называемая индустриализация в Казахстане. Она, конечно, проводилась за счет такого контингента политических заключенных или просто уголовник. Караганда, шахта Караганда. И там же создавались трудовые армии. Там было, кстати, очень много немецкого и польского населения, которые загоняли в эти... И казахов было очень много в трудовых лагерях. Поразительно, много было казахов. Те, которые, скажем, не могли их забрать на фронт или имели какие-то... Ну, не имел никаких политических, скажем, статей, тех заводили в эти трудовые лагеря. А это тоже. Продовые лагеря – одно из грубейших форм нарушения. Как крепостничество, да? Да. Дореволюционные лагеря – И они вот на этих заводах работали. Страшно, очень страшно. И давайте вспомним, это конфискация байских хозяйств, да? Которая была тоже тяжелым ударом по традиционной системе. Изымали скот, имущество, какой-то любой инвентарь. А баев самих изгоняли, да? Направляли в другие регионы, подальше от родных мест. Они теряли связь с близкими. Вот помните, мы с вами говорили, что надо рассмотреть и проанализировать терминологию. Вот само понятие кулак или бай, да? Оно несет только политическую нагрузку. Ну что такое бай? Ну он может иметь тысячу скота или может там сто иметь. А их автоматически, они подпадали под категорию баев, как бы зажиточных слоев. На самом деле, эти люди просто могли, ну разбогателся, может быть, за счет своего ума. И в 1928 году, потом в 1929-30-х годах выходит постановление в ЦИК, он так и называется, о конфискации байских хозяйств. Они потом дублируются в Казахстане, выходит очень много таких правовых документов, так называемых, как раз убезять имущество. И более того, почему, так сказать, очень косо смотрели на людей имущих, потому что в манифесте, затем, значит, в трудах Ленина говорил, что имущий человек, человек, который имеет имущество, часто собственность. Вообще большевики стали за уничтожение, часто собственность, потому что, они прямо говорили, в директивных письмах есть, необходимо подорвать материальную базу байских классов. То есть лишить их чувства собственности? Да, их лишить не чувства, их напрямую лишить собственность, после чего этот человек абсолютно ни в чем не видавна, он мог разбогатеть просто за счет своего труда, и трудостроих детей. И, значит, он подлежал конфискации, расстрелам. Вот мы многое в этом писали, вот скажем, по-северному Казахстану, человек был миллионер в Казахстане, в Северном Казахстане, о нем, кстати, писал Саид Муканов, но в негативном ключе, что вот разбогател, а все еще хочет дальше разбогатеть. В то время по-другому нельзя было писать. Так вот этот человек, значит, в 28-м году мы его находим уже в архивах документ о нем, что, значит, его семья, имущество было отобрано полностью, причем НКВД составляет там список, по-моему, строительство 15-20, сундуки, там его халаты, шляпы, там самовары и так далее, и так далее, а его семья, значит, дети, внуки тут же, значит, арестуются, их сажают какие-то в эти вагоны для перевозки скота. Их отправили в Активенскую область. И многие из них там так и не вернулись. И не вернутся, и не смогут. А те, кто оставался жив, в 1939-х годах их стало некоторое поставление после войны, те уже не хотели возвращаться в Казахстан. Почему? Потому что здесь за ними опять же, значит, следили, как за войскими, кулакскими элементами, за классом врагами. Поэтому многие из них оставались на территории Узбекистана, России, Кыргызстана, и стали возвращаться только после смерти Сталина или, скажем, после обретения нами независимости. Массовое возвращение было в 1960-е годы, и потом уже только с обретением независимости в 1990-е годы. Это как раз дети, внуки тех репрессированных, которые по неволе оказались... И беженцев, которые были вынуждены бежать отсюда, покидая родные... Это вот вообще тема конфискации, как бы особенности конфискации хода и этапов, она требует, конечно, очень серьезных исследований в Казахстане. Были работы и Таласова Марбекова, и монашкова Козубаева. Но, тем не менее, эта тема, конечно, требует своего дальнейшего исследования. Мы чем больше смотрим в архивы, тем больше приходим к выводу, что нужна очень серьезная работа. Очень серьезная работа. Да, есть на чем работать. Очень много белых пятен неисследованных тем. Потом очень много разбитых семей. Страшно. Вы представляете, родители, значит, забирают фюрмы, их детей загоняют в лагеря. Ну, где-то казахи еще успевали, значит, вытащить, как племянников, что только ну, это редко случалось. Но, в целом, значит, разбивались с семьей просто. И они ноги так и не возвращались. А когда возвращались, через 20 лет друг друга встречали, тоже или не уздавали друг друга, или просто были отчуждены друг на друга. Вот дети про Росклова, про дочек маленькие, они были, Савлей. Я знал, Савлей Росклова, кстати. Она жила в Алма-Ате. Они сидели в этих лагерях. Прошли через эти жирновые репрессии. Вы говорите о двух-трех миллионах фамилий, которые поданы на реабилитацию. Но, согласно законам, реабилитации подлежат только какие-то определенные категории. Вот как быть в этом случае? Ведь до сих пор не все категории пострадавших от репрессий находятся закреплены или учтены в нормативно-правовых актах. Предстоит ли какая-то работа в этом плане? Именно в совершенствовании. Арман, вы задали очень актуальный и животрепещий вопрос. В чем смысл работы комиссии? В чем смысл работы всей комиссии? Как раз в том, чтобы принять новые нормативно-правовые документы по реабилитации этих людей, которые без Дины были осуждены или расстреляны? Их много. Их очень много. И это, наверное, не все, да? Я так честно предполагаю, что 2-3 миллиона это далеко не все. Я вот видел документ, это русский человек, он из Косновской области, его дочка пишет уже в 50-60-е годы, говорит, она пишет, когда арестовали отца, он был человек очень спокойный, такой миролюбивый, арестовали, говорит, увели, а матери у нас, говорит, не было. Ему, говорит, четверо детей остались на улице выброшены. Сиротами. Да. И они потом попали в какие-то лагеря, детские дома, но они прошли весь этот ужас последствия вот этих старинской политики. И вот, что нам предстоит сделать в комиссии? Что такое вообще сама комиссия? Комиссия имеет только конституционный, рекомендательный характер. И задача комиссии принять, собрать весь документ, доказательную базу, затем эти документы представить в правительство, на основании чего на уровне парламента, даже правительство не может таких документов принимать, принимается или указ президента, или политический акт, или решение парламента о признании этих людей жертвами репрессий, почему комиссия называется по полной реабилитации жертвами репрессий, а затем парламентская комиссия или парламентский корпус должен принять очень серьезный документ по реабилитации этих людей. Это очень актуальная задача, почему? Потому что люди не только многие ищут, они нам пишут очень много людей, они не знают судьбу своих детей, дедов, бабушек, которые забрали в один день, они исчезли же, многие же так и не вернулись. Более того, значит, они страдали эти потомки как дети репрессированных, как потомки репрессированных. И историческая память, потом моральное, так сказать, ощущение, что восторженствовала справедливость, это ведь очень важно. Потом даже политическая реабилитация важна, чтобы понять, что твой дед не был преступником, не был уголовником, а погиб, потому что в свое время имел свою позицию, что-то сказал, так сказать, критическое в адрес там, не обязательно Сталина, это было достаточно критическое отзываться деятельность компартии или там парторга совхоза, это было бы достаточно оснований, чтобы засадить. И вот возникала такая атмосфера все дозволицы, основной партийной намекатуры и страха со стороны простых людей. Это был действительно большой террор в отношении людей. и вот то, что мы до сих пор, наши люди не могут избавиться от представления, так сказать, советской идеологии, поразительно, когда вот с людьми разговариваешь, они говорят, ну это было во время построения социализма или коммунизма. Извините, кому нужен этот социализм или коммунизм, когда столько людей погибает? Если, и я не понимаю, некоторые, когда говорят, ну вот, надо было победить в войне, поэтому, значит, арестовали, то военно-плены были. Ну не все военно-плены были, преступники. Это очень серьезно сейчас. Тысячи тысяч людей были. Человек мог попасть в плен по ранению. Конечно. Он мог попасть, потому что, вот, например, представьте, в 41-й год забирают казахстанцев. Казахи тогда плохо знали русский язык. Не знали, можно сказать. Да, не знали. Большинство не знали. Потом, значит, они, самое главное, никогда в руках, не держали в руках стрелку в оружии, забирают и попадают вот эту кашу под Москвой или под Сталинградом. Естественно, человек мог попасть в плен не как предатель, а как несчастный. Это все просто. И, естественно, их судьбы нас тоже интересуют, потому что их потомки пишут и требуют восстановления справедливости. но если же, скажем, военнопленный находился, там, переходил на стороны СС, или там был в составе, значит, какие-то групп, армейские групп, вермахта, Германия, естественно, он не подлежит революции. Такой человек не подлежит. Но то, что если человек там попал по ранению или там из-за того, что у него на руках оружие, или не поднимал просто команду, или просто в свящем состоянии побывал, конечно, их надо отнестись по-человечески. А самое главное с чем? Во время Михаила Сергеевича Горбачева некоторые из них были реабилитированы. Но что интересно, я вот писал книгу «Хазак Таткуна» это судьба Сулеймина Бекенова из Карлорды. 17 лет его забрали в армию, учился в педучилище в Бедной. Попал значит два года воевал, был принят партию, попал в плин под Харьковом. Затем значит три года отсидел. В 45-м году Сталин от имени Сталина выступил ряд генералов, офицеры поехали туда, был такой генерал Голиков. Они обещали заключенным, что если вы вернете, вам ничего не будет. И вот Айтеш Трагамбая, потом Сулеймам Бекенов, Хамз Абдулин ноги, которые находились в плену, они вернулись по веримым обещаниям советской власти. А здесь через год их всех поймали и опять засудили. На 10 лет. Они отсидели по 10 лет, а в 1955 году на основании значит постановления Верховного Совета СССР, тогда был Климент Ворошилов, они были выпущены нереабилитированы опять же. То есть обвинение с них не сняли, вину не отняли. И все же находили как бы они не могли получить квартиру, не занимали должность, не могли выехать за рубеж. И это вот такая очень большая группа людей, которые оставались бесправны. Естественно, часть из них были реабилитированы указом Душлтана Авище Назарбаев, Сулеймин Бекенов и Айткеш Тургамбаев. Но много осталось тех людей, за которых никто не писал или люди может быть не знали, что их можно реабилитировать. А это же висит на совести человека. Ну вот в данном случае, Бруклай Гиманович, я так понимаю, будет составлен какой-то определенный список лиц, подлежащих реабилитации. То есть будет какая-то база данных. По рекомендации в данном случае государственной комиссии будет подготовлен какой-то документ о необходимости заключения необходимости их полной реабилитации, восстановления их честного имени и так далее. А дальше что? Ну вот выйдет документ, то есть депутаты парламента проголосуют за указ, закон о реабилитации вот этих лиц. Будет понятно моральное удовлетворение может быть какой-то политический окрас этого в том плане что Казахстан совершил такой гуманный шаг на постсоветском пространстве достаточно масштабный в отношении всего прошлого населения пострадавшего в результате репрессии. А будет ли какое-то материальное возмещение вот этого вот не знаю вот этих страданий вот этих смертей для потомков пострадавших? Вот во-первых я хочу подчеркнуть и пожалуйста не врезать оставьте то что я сейчас скажу то что сейчас делает комиссия по исполнению указов президента Касмужа Марта Камиловича Тукаева она не имеет аналогов на постсоветском пространстве о чем мы говорим насколько я знаю ни на Кавказе ни в Средней Азии ни в России подобный документ не принимал и подобной комиссии не было такого уровня и с таким охватом такого масштаба по полной реабилитации политических жертв не было поэтому Казахстан в этом плане сделал очень такой хороший шаг что начал эту работу теперь что касается реабилитации этот вопрос тоже часто встает перед нами но проблема в чем юридически эти люди пострадали от действий советских властей советского периода уже 30 лет даже 31 год как нет советской власти и Казахстан юридически ни в правом ни в юридическом плане не отвечает за деяния которые были совершены советской власти правильно же абсолютно согласен государство или человек не может на себя взять вину другого имя река или там другого государства и в данном случае значит материальной компенсации со стороны казахского правительства в данном случае конечно не будет то что нет юридических основ нет юридических основ нет тех людей которые пострадали напрямую от действий советских властей уже нет не осталось потом значит чтобы доказать свою вину надо ведь собрать документы потому что без документов невозможно платить деньги вы понимаете вы знаете это бюджетные деньги пока человек вина его деда не будет доказана не будет выплатно компенсацию но доказать опять же очень трудно потому что когда составляли документы там обязательно какие-то пришивались уголовные деяния которые может тот человек и не совершал ну например там толкнул соседа там или сарай сгорел в конце аула значит этот товар виноват такие случаи встречается поэтому значит доказать безвинность этого человека стоит опять же больших проблем и мне кажется здесь казахстанское правительство что может делать она значит даже моральное признание вины это уже много стоит кстати очень много стоит потом значит может какие-то принять какие-то дополнительные документы по какое-то оказание помощи но не компенсации это разные вещи помощь это одно а компенсация совершенно другое очень много людей пострадали мне кажется даже по Казахстану очень мало найти семьи которых по крайней мере силы кого бы это не коснулось кого не коснулось кого не послушаешь очень много таких случаев и вот но я еще раз повторяю значит это не вина современного Казахстана это вина вот советских союзов которого нет и по большому счету даже некому предъявить претензии очень много людей которые сидели вот сам корпус заключенных в Казахстане он же формировался из двух как бы категорий это были собственно казахстанцы скажем крестьяне рабочие представители интеллигст которые жили на территории Казахстана но еще больше или половина тех кто сидел в казахстанских лагерях были представители Российской Федерации Украины Финляндии Грузии вот в Алдере очень много сидел грузинских армянских и адербайджанских женщин если вы посмотрите по фамилии и вот этот вопрос как бы вот видите он очень такой сложный многослойный мне думается что здесь дальше значит когда мы комиссия разрешит работу дальше значит юридические службы Верховного Совета Парламента Казахстана значит должны поработать и дать свои рекомендации да я думаю на этом мы остановимся большое спасибо Варкогин Иванович вы действительно нам очень много интересной информации дали для нас для наших слушателей действительно проектным офисом госкомиссии и региональными комитетами проведена огромная работа вот ну судя по тем цифрам которые вы нам сегодня озвучили это более 700 тысяч дел это от 2 до 3 миллионов лиц которые будут направлены подлежат реабилитации и эта работа еще продолжается и это огромное количество архивных материалов которые теперь будут подлежать будут сняты гриф секретно да и будут доступны исследователям то есть здесь много о чем можно говорить именно о хороших каких-то последствиях деятельности государственной комиссии и я думаю что вот действительно перед именно юристами станет сложная задача как дальше какие последствия какие выводы необходимо будет из этого сделать вот из деятельности данной комиссии для казахстанского общества для будущего нашей страны и здесь наверное стоит подчеркнуть что указ главы государства Касымжимат Акимирича Такаева показывает в очередной раз те какие-то открытые демократические изменения которые происходят в нашем обществе которых ранее не было вот настолько прям в таком масштабе которые ведут действительно к какому прозрачному открытому казахстанскому обществу нового Казахстана большое спасибо Виколик Диманович я думаю вы что-то еще хотите сказать я хотел бы добавить Арман я вас благодарю тоже за очень интересные вопросы две вещи во-первых я вот читаю в фейсбуке значит в социальных сетях что почему работа комиссии не видно не слышно а некоторые стали сомневаться помогает ли власть и может власть как бы не так поступает на самом деле казахстанские власти очень хорошо и очень серьезно помогают ученым и здесь интерес ученых и представители властей сошлись как бы но в то же время здесь не должно быть спешки потому что если выйдет как бы сырой документ завтра любой усомниться скажет а у вас документ не очень подготовленный не очень квалифицированный там мало фактов поэтому комиссия очень серьезно работает над тем чтобы это заключение было таким неоспоримым юридическим железобетонным во вторых значит очень серьезно вещь вот мы сказали про архивную революцию да произошла архивная революция но должна теперь произойти такая интеллектуальная революция несомненно люди должны понять что значит нет ничего выше чем жизни человека и никто не вправе во имя каких-то экспериментов типа построения коммунизма создания каких-то странах бесклассов в обществе таких абстрактных я бы сказал не должны жертвовать счастьем людей жизни людей вы представьте вот мы говорим там 2-3 миллиона человек да если по большому считать то ведь несчастными стали не 2-3 миллиона человек надо умножить минимум на 3-4 на 10 значит где-то 10 миллионов человек были несчастны потому что когда забирают родителей детей твоих ведь многие умирали от тоски мы читали эти документы или дети их или родители у которых выбирали детей например Махжат Джамамла о котором много говорят его родители были живы когда его арестовали и расстреляли всех его братьев у него несколько братьев преследовали они были вынуждены покинуть казахстан а мать и отец жили одинокими старушками в городе Петропавловске и они умерли они умерли не зная судьбы своих детей вы представляете страшно страшно старые люди они умирали уже не зная где их находят их дети и вот горе человека поэтому очень важно понять что значит независимой демократике казахстан должен придерживаться законов республики международных конвенций что подобные вещи никогда больше не случались и радует что государство органы власти идут навстречу в этом процессе большое вам спасибо до свидания